Всем привет! Это программа «Личные деньги». Сегодня узнаем, куда дешевле слетать отдохнуть в июне. Заодно узнаем, как заработать денежки на эти самые перелеты. Отдохнуть и не разориться. Куда съездить в отпуск в июне так, чтобы недорого? Сохранить деньги в дороге. Какие способы и варианты безопасного отдыха? В Лондон приходит бесплатный Wi-Fi. Уже подписан контракт с компанией Аргива, согласно которому жители города, туристы и работники предприятий смогут ежедневно на протяжении получаса получать доступ к бесплатному Wi-Fi со своих смартфонов, ноутбуков и планшетов. По истечении 30 минут можно будет докупить дополнительное время. Полученный доход за 10 лет действия контракта пойдет на поддержку фирм, работающих в сфере цифровых инноваций. Открытая городская сеть начнет работать уже с 1 июня. К туристическому сезону нынешнего года на итальянском побережье насчитывается 248 пляжей, получивших голубой флаг. На два больше, чем в прошлом году. Количество коммун, на территории которых находятся пляжи высокого стандарта, также выросло до 135, раньше была 131. Список обладателей голубых флагов в этом году пополнили Франконвилла Альмары регион Абруццо, ферма Ипидаза регион Марке, Кампо Марино регион Мализе, Тарталии остров Сардиния, Карара регион Тоскана, Фрамура и Сан-Лоренцо Альмары регион Лигурия, Левика Терме регион Трентино-Альто-Адидже. В то же время пять пляжей, три в Калабрии, по одному в Амбруце и на Сицилии лишились голубых флагов. Среди регионов лидерство по количеству курортных мест, отмеченных голубыми флагами, продолжает удерживать Лигурия – 20 флагов. За ней следуют Марке – 18 флагов и Тоскана – 17 флагов. По данным журнала Вельт, самым опасным городом Германии является Франкфурт, где на 100 тысяч жителей пришлось 16 310 преступлений в прошлом году. На втором месте – Дюссельдорф, а на третьем – Кёльн. Анализ преступлений во Франкфурте показал, что большое количество криминала в этом городе связано со многими факторами, в том числе с оживленным районом Красных Фонарей и огромным аэропортом. Два этих фактора поднимают вверх криминальную активность в городе, который растет последние три года. Самым безопасным городом Германии в течение уже нескольких лет является Мюнхен, где в прошлом году зарегистрировано 7153 преступления на 100 тысяч человек. Следом за Мюнхеном идут Баварский Аугсбург и Висбаден. Лето неумолимо надвигается, как локомотив на станцию, а это значит, приходит пора отпусков. Поэтому самое время выяснить, где лучше отдохнуть и не потратить при этом слишком много. Летний отпуск – штука хитрая. Сэкономить на поездки, когда на популярных курортах уже наступил туристический сезон, практически невозможно. Единственный способ съездить к морю, вкусить зарубежных красот и не оказаться в долговой яме – купить тур на июнь. В этот месяц цены еще не озверели и не очень кусаются. Выбор направлений довольно большой и можно выбрать вояж практически на любой кошелек. К слову, об июне. Это лето. Это первый месяц лета у нас в России, за границей. Если мы говорим о море, в первую очередь, это уже совсем разгар сезона. Гарантировано теплое море Средиземное. Уже более-менее хорошее море Эгейское. То есть, в общем-то, все направления по пляжке, которые мы летаем из Самары, из регионов, из Москвы, они, конечно же, уже в приоритете. Из ближайших морских государств, за исключением, конечно, Краснодарского края, туристы могут недорого и очень хорошо отдохнуть в Турции, Греции, Болгарии и на Кипре. Это отличные курорты, особенно для семейного отдыха. Здесь приятный мягкий климат без закосов в крайности, как в экзотических странах. Лететь недалеко, моря уже теплые, а цены вполне приемлемые. Яростно переписывать ценники гостиницы начинают только в июле, поэтому на поездки в первый летний месяц можно неплохо сэкономить. Июнь, кстати, позволит сэкономить и на экскурсиях. Если вы предпочитаете исследовать новые города и рассматривать достопримечательности, то июнь – самое время для таких поездок. Посещение Праги, жемчужины Европы, стоит весьма недорого, а уж в Чехии точно есть на что посмотреть, не говоря уж о том, что там есть, что попробовать на вкус. Июнь месяц, он все-таки еще остается экскурсионным, опять же, да, то есть если мы говорим про Европу, про ту же самую Чехию, Прагу, которую мы круглогодично летаем из Самары, очень успешно летаем из Самары. Июнь месяц, он также благоприятен, поскольку не так жарко. Не так жарко, стоимость уже, наверное, все-таки не такая высокая, как на те же майские праздники. Италия, Испания, здесь сочетание экскурсионного отдыха и отдыха на море – совершенно замечательная страна для того, чтобы и детей вывезти, и самим съездить посмотреть. Экзотические страны, кстати, в июне тоже относительно доступны. Конечно, цены повыше, чем в декабре или феврале, но все еще не настолько высоки, как в июле-августе. Отдохнуть можно на островах Таиланда, например, на Самуи. Кстати, островной Таиланд – очень модное направление, поскольку дикой Паттайи и пафосным Пхукетом туристы уже наелись досыта. Можно посетить дружественный Вьетнам с его великолепными пляжами, а если очень захотеть, то можно и по местам боевой славы пройтись. Только не вздумайте петь Янки-Дудль на главной площади Сайгона. Заодно попробуйте местную кухню. Говорят, есть какой-то фирменный вьетнамский соус, который воняет почище и прито. Все потому, что делается из тухлой рыбы. Ну, что поделать, такая вот кухня. Первый год, 2013-й, из Самары оставили на летний сезон такие направления, как Вьетнам, Таиланд. Это говорит о чем? Что, в общем-то, направление круглогодичное. Некоторые курорты Таиланда, например, остров Самуи, как раз-таки самый сезон летом. Очень много, многие люди, туристы и даже сотрудники туристических агентств думают, что сезонность как раз-таки несколько иная. И на лето никогда не делался упор на экзотические страны. Хотя оставили также двухнедельники с вылетом из Самары, многие люди интересуются. Правда, мало кто об этом знает, что на лето оставили эти направления. К слову говоря, о Вьетнаме. То направление, которое мы летаем именно из Самары, тот курорт Ньячан, куда приземляется самолет, как раз-таки летом, там самый сезон. Еще одно новое направление для Самары – это Пальма-де-Майорка. Теперь попасть на этот знаменитый испанский курорт можно намного проще. А в июне цены более демократичны. Туристов наверняка заинтересует итальянская Калабрия. Теперь из Самары туда тоже летают прямые самолеты. Отправляясь в поездку, стоит изучить кое-какие тонкости. В этом году поменялся визовый режим в Хорватии. Специалисты и сами туристы говорят, что стало очень неудобно и сложно оформлять документы. Кроме того, если вы приехали в Хорватию, то дальше по Европе с этой визой вас не пустят. Учитывайте этот момент при планировании отдыха. Визовые правила поменял и Таиланд. Раньше российским гражданам было разрешено въезжать без визы на срок до одного месяца. Сейчас срок сократили до 15 дней, а срок действия загранпаспорта должен быть не менее полугода с момента выезда из страны. Зато греки очень лояльны по документам. Вот уж кому-кому, а грекам лучше с визами не выделываться. Не в том они положении. Греки с удовольствием ставят мультивизы, если вы уже бывали в стране богов-олимпийцев. Но все равно об оформлении документов необходимо позаботиться заранее. Отдых – дело дорогое, поэтому лишние деньги никогда не помешают. А чтобы денег хватило, надо знать, как их заработать. Заработать деньги на отдых не так уж легко. Трудиться в поте лица придется весь год, да и то может не хватить. Именно поэтому клиенты туристических компаний часто просят скидки и получают их. Но есть и другая проблема. Заработанные на акциях или на станках кровные могут исчезнуть из вашего кошелька во время поездки. Как же защитить родное и не испортить себе отпуск? Ну, для этого есть много способов. Один другого лучше. Мы рекомендуем настоятельно пользоваться сейфами. Хотя, как показывает практика, это не всегда спасает туристов от того, чтобы... Ну и, конечно же, не носить все с собой. Поскольку это увеличивает вероятность, что останется совершенно без каких-либо средств. А так, сейчас терминалы и использование кредитных карт практически везде, во всех странах присутствуют, существуют и очень удобно. Одна из главных рекомендаций – не складывать все деньги в одно лукошко. Даже кредиток должно быть несколько, чтобы в случае чего не остаться без финансовой поддержки. Кроме того, в гостиницах необходимо пользоваться сейфами на рецепции и в номерах. Часто это может стоить дополнительных, но небольших денег. Также не стоит носить с собой много наличности и дорогих украшений. С золотой якорной цепью на шее вы становитесь мишенью для злоумышленников. Раньше был еще один замечательный способ хранения денег в период отпуска – дорожные чеки. Удобная была штука, но сейчас все переходят на банковский пластик. Лично я не смог найти в Самаре банк, в котором бы мне быстро продали этот финансовый инструмент. Ну, спишем на издержки прогресса. Май традиционно считается инвесторами не самым удачным месяцем. Котировки либо падают, либо ползут в боковиках. Но если вы точно знаете, что котировки будут падать, на этом можно хорошо заработать. Май действительно не самый благоприятный месяц для торгов на бирже. Неумолимая статистика говорит о том, что рынок в это время очень волатилен и склонен к падению. Может еще и боковик приключиться, а это вообще туши свет, сливайся в кэш. Слиться в кэш надо еще и потому, что завершился отскок от нижней границы вверх. И по данным технического анализа сейчас самое время для коррекции вниз, что собственно и происходит. Рынок продолжает оставаться в боковом диапазоне. Мы отскочили от нижнего уровня 1340. В общем-то, как и прогнозировалось, остановка произошла 1430-1440, после чего рынок наш начал корректироваться. Но и способствует этому коррекционному движению, безусловно, дивидендные отсечки. И рынок банально на второй день открывается на величину ниже как раз той дивидендной доходности, которую несут в себе акции. Прогнозы аналитиков сводятся к тому, что рынок будет медленно падать. Ближайшая прогнозируемая отметка находится на уровне 1380 пунктов. Прогноз на более дальнюю перспективу значительно хуже. Предполагается поход к отметке 1300 пунктов, а возможно и ниже. Скорее всего, коррекция будет продолжаться всю неделю, благо есть с чего падать котировкам. С одной стороны, негатив подкидывает фьючерсные контракты на нефть, которые постепенно падают в цене. С другой стороны, Европа чувствует себя не очень хорошо. Статистика из еврозоны приходит хуже ожиданий, и это влияет на настроение инвесторов, которые предпочитают распродавать активы, а не покупать. Заседание российского Центробанка еще больше расстроило инвесторов. Ставка рефинансирования не была снижена, как ожидалось. Из-за этого в среду снижение индекса ММВБ усилилось, и он достиг отметки 1390 пунктов. Из макростатистики в США в понедельник выходит индекс потребительских цен. Ну и, безусловно, важным для нашего рынка является понедельник, где Россия будет публиковать отчетность за первый квартал по росту головы внутреннего продукта. Ожидание 1,2% за первый квартал. Если ожидания оправдаются, либо будут выше, что, естественно, это будет служить дополнительным фактором для роста нашего рынка. Специалисты рекомендуют придерживаться спекулятивных стратегий – покупать вблизи уровней поддержки, продавать вблизи сопротивления. Пока точно невозможно сказать, сколько протянется боковое движение и в какую сторону развернется рынок. Просадки рекомендуется расценивать как точки входа на рынок и время для покупки дешевых активов. Рискованные операции лучше отложить до периода определенности. Со второй половины июня, может быть, и первой половины июня, начнется, на наш взгляд, рост на рынке комодитис. Это энергоносители, это металлурги, цветные и черные, что послужит, безусловно, сигналом для роста наших рынков. Ну и, наверное, не стоит забывать о фундаментальной недооценке наших акций. И не стоит, безусловно, забывать о том, что отток капитала потихонечку сходит на нет, это первое. И первые ласточки, вот как раз на этой неделе, что эта тенденция немножко меняется в более благоприятную сторону. Неделя прирост на фондовый рынок порядка 150 миллионов долларов. В долгосрочной перспективе эксперты неплохо оценивают потенциал российского рынка акций. И высока вероятность, что нынешний год индекс ММВБ закончит с показателем выше 1800 пунктов. Большинство российских бумаг сейчас находятся на низком уровне стоимости, поэтому на перспективу стоит присмотреться к бумагам металлургов и банков. Даже если ввести консервативную игру, то можно в конце года получить доход в размере 20-25%, а то и больше. Если, конечно, сбудутся прогнозы аналитиков. Это была программа «Личные деньги», в которой мы помогаем вам заработать свои личные деньги. Увидимся через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова